С начала этого года органами прокуратуры выявлено грубые нарушения, связанные с представлением недостоверных сведений о доходах и имуществе служащих, об использовании служебного положения в личных целях. В текущем году в нашем отделе проводилась проверка в законодательном собрании. Один депутат не представил доход в размере более 2 миллионов рублей, не указывались сведения о различном имуществе, квартире, земельном участке с другими депутатами. А вот в случае, который вы сказали, в законодательном собрании выявился один депутат, который нарушил, можно узнать, кто это и что это? Такие фамилии мы не можем озвучить, это же сведения о доходах, о денежных, об имуществе, то есть я не думаю, что буду озвучивать фамилию. Допустим, по городской администрации, я не знаю, это же общеизвестно, то есть по обращениям проекта проводили, депутат Галкин у нас предоставил недостоверные сведения. Мы выходили, сейчас работа еще продолжается, поскольку группа мучения прекращена. В каких районах эти депутаты, если можно, может быть их фамилии? Ну, фамилии я вам сейчас не готов назвать, у меня их просто не помню, у всех их достаточно много, 28 лиц, это постоянно 9 месяцев, уже сейчас, возможно, и больше. Районы Олегзаводский, Сретенский, Оловянинский, Забайкальский, Аларский, Краснокаменский районы. Их полномочия досрочно прекращены, они утратили статус депутатов тоже, в связи с этим. Это единственная последствия, да? Да, это единственная последствия, предусмотренная именно законом. Также в этом году работниками краевой прокуратуры была проведена плановая проверка бюджетных учреждений подведомственных Министерству здравоохранения. Выявили множество нарушений. К примеру, главный врач Нерчинской центральной районной больницы без проведения торгов заключил 5 договоров на поставку товаров по завышенной цене, причем со своим близким родственником. А главный врач уже Дульдургинской больницы за счет средств учреждения оплатил личные расходы электроэнергии и потратил полмиллиона рублей. Наиболее частым нарушением остается представление недостоверных сведений о доходах. Сложно сказать, мотивы очень часто в Краснодарском крае. Очень распространены случаи в Краснодарском крае и квартиры, и земельные участки находятся там, видимо, на юг. Люди все-таки хотят когда-то, может, переехать. Чем выше должность, тем существеннее нарушение. Порой в надежде переехать в теплые страны за счет бюджетных средств, служители народа забывают о предусмотренной законом ответственности. А ведь ее никто не отменял. В настоящее время ответственность принесли уже более 200 должностных лиц за совершение подобных коррупционных правонарушений. Ответственность разного рода предусмотрена. Ну, допустим, если речь идет о депутатах, то здесь ответственность единственное – досрочное прекращение полномочий. Таких фактов в окрае достаточно. Это как предоставление недостоверных сведений, так и непредоставление их вовсе, то есть сокрытие сведений о своем учителе о доходах. Как правило, ограничиваются работодателями применением взыскания в виде выговоров, строгих выговоров. Телеканал ЗАПТ-ТВ обязательно еще раз встретится с представителями надзорных органов для того, чтобы более детально и в мельчайших подробностях осветить эту тему. Наталья Протаковская, Анатолий Мишаков, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова